Чек на деле бывает по-разному. Нет, мы не берем чеки, не считаем. Почему не берете чеки? Да не знаю, как-то привык так, что без чеков находиться. Часто ли вам выдают чеки, когда приходите в магазин, в кофей? Нет, не часто. В последнее время мне часто дают. Бывает такое, что не выдают их вообще. Постоянно выбивают чеки. Я и вещи покупала, и что-то из еды, вот цитрусовое, например, я покупала. Просят подождать, потому что он какое-то время печатает, я уже стою, жду. Да, мне он не нужно, его выкидываю, но дают. Прямо после Нового года чувствуется. С Нового года магазины, бутики, кафе и грузоперевозки на упрощенке. При этом чек – обязательное условие. Предприниматели платят налог – 3% с оборота. Сколько заработал, столько заплатил. Без чека сумма выручки уходит в тень, а это потери бюджета. 3% – 3 рубля. Сегодня зарегистрированных ИПшников, которые по упрощенке работают, их 5 тысяч. Примерно. 3 рубля – 30 дней. Вот он просто его не пробил, это он недоплатил. Умножьте на 5 тысяч, и вы поймете, сколько в месяц просто недопоступает от непробитого чека на 100 рублей. А это в том числе и ваши местные налоги здесь. Чек вправе требовать покупателей. Это в том числе гарантия, что покупку можно обменять. Человек видит, что он купил, когда купил, по какой цене, у кого. И то, что это вместо сертификата. И в случае чего можно обменять. Бывает такое, что покупатели отказываются от чека? Особенно дети, когда приходят, молодежь, они не всегда хотят брать чек. Но все равно по-любому пробивают. Предприниматель обязан выдать чек на любую покупку, вне зависимости от суммы и способа оплаты. За нарушение штраф – 1840 рублей. Это в первый раз. Во второй – сумма в два раза больше.